Всем привет, друзья, с вами Бурбон, и сегодня я хочу поведать вам о том, что стоит ожидать от Даймонда в 2019 году. И также я решил поставить себе цель набрать 50 тысяч подписчиков до конца июля. Пока что это не совсем реалистично выглядит, и по моим подсчетам я наберу их только в середине октября, если все останется в таких же темпах. Поэтому мне нужна ваша помощь. Если вам нравятся ромики, то оценивайте их лайками, не забывайте, и пишите то, что думаете. В ответ же я буду стараться делать ромики чаще и, как это возможно, интересней. Да и к тому же в знак поощрения, как я уже и делаю, разыгрывать по 2 сотки в каждом ромике. Поэтому вот два победителя. И все, что тебе нужно сделать, это подписаться на канал, оставить новые комментарии и обязательно поставить ромику лайк. А в следующем видосе будут итоги. Приятного просмотра. Канал Родя, он собирает сборки, рассказывает про способы заработка, про бизнесы, организации, показывает мощь в ЛПТ автомобилей, проходит квесты и контента хватает. Поэтому в описании тебя ждет ссылка. Подписывайся. Даймонд Торпе является таким проектом, который любит анонсировать будущее обновление. Но правда из-за большого ожидания игроков не всегда это идет ему на пользу. И все же сейчас есть много информации о том, что стоит ждать на Даймонде в 2019 году. Я решил объединить всю инфу о будущих обновлениях, рассказать вам и выразить свои мысли про каждое. И начать я предлагаю не совсем с обновлений, а с подведения итогов, так как в начале 2018 года в группе проекта появился пост с анонсом многих обновлений. И сейчас, когда 2018 год уже прошел, давайте вкратце пробежимся по пунктам, что должно было выйти в 2018 году, так как не все из списка имеется на проекте. Партнерская программа. Добавлено. Постоянные обновления мудпака. Постоянные это слишком расплывчатая фраза, но в целом да, мудпак обновлялся. Система квестов и достижений. Квестов было много, один для новичков даже постоянный. Достижения тоже были добавлены, но правда еще обещали обмен их на ценные призы, но такого еще нет. И они просто являются ачивками в личном кабинете. Новый дизайн сайта был, новые возможности, ну можно сказать тоже, могу вспомнить про топ игроков. А вот приложения для телефона не было. Хотя с другой стороны, я не всем представляю, что там должно будет быть. Инфа про твой аккаунт или что-то еще. Но в последнее время про это не упоминалось, и возможно мы уже никогда не увидим его. Что касается контроля администрации и ее обучения, тоже сложно что-то говорить, потому что это очень, знаешь, расплывчато. Но будем считать, что тоже было. А вот дальше, то про что я уже и сам забыл и вспомнил только еще информацию. Глобальное обновление отелей. Как вам такое? Должно было выйти в 2018 году. И если мне память не изменяет, то отелей в том году вообще не касались. И либо проект не успел сделать обнову отелей, либо передумал. Поэтому возможно в дальнейшем также будет обновление для отелей. Также это новая система тюнинга для автомобилей. Тут я могу приписать экстра тюнинг, но это не совсем новая система, так как прокачивается он также в перформансе. Сама система ничем не отличается. Ну да, есть еще пару авто, например, будет со спойлером. Но это не система, ты изначально его таким получаешь при выигрыше. Поэтому тут я не знаю про что именно было рассказано. Возможно речь шла про экстра тюнинг, который да, был добавлен. А возможно стоит еще чего-то ожидать. Новые работы это да, я насчитал их три. Это водолазы, ну как новая она, ну можно сказать вернулась, поэтому новая. Также стройка и рыбалка. И последние два пункта, с которых мы начнем обсуждение 2019 года. Это новые бизнесы и режим PUBG, или же PUBG. Про новый бизнес уже много говорили, поэтому я пройдусь кратко. Отчасти к этому можно приравнять новый бизнес с сим-картами. Но в будущем должно быть еще одно обновление с бизнесами, где появится 100-150 новых. Инвы про это мало. Единственное, что можно сказать точно, они никак не затронут действующие бизнесы. И лично мои догадки, это будет что-то отдаленно похожее на бизнес из GTA 5. Где ты сам выполняешь какую-то работу, легальную или нелегальную. И тем самым зарабатываешь деньги. Возможно будет возможность снимать других сотрудников, чтобы тебе помогали. То есть какое-то такое вот взаимодействие будет. Но это лишь мои мысли и иных предположений у меня нет. Может быть у вас есть какие-то предположения, поэтому если что пишите в комменты, я все читаю. И лично для меня это самое ожидаемое обновление в этом году. А про пупк недавно было сказано, что ничего не забыто и разработка идет. И знаете, с одной стороны можно сказать, что это уже не ново, так как есть отдельные сервера, посвященные этому режиму. Но с другой стороны я могу предположить, что это будет новое развлечение. Возможно вместо бейсджампинга. Потому что из-за читеров его хотели убрать. И тем самым ты можешь играть в новый режим, получая верты за победу. Правда это не точная инфа, а всего лишь мои предположения. Возможно это будет какой-то иной мир, которым ты просто прописываешь команду, уходишь. Я не знаю, кто это будет, просто предполагаю. Но также есть предположение, что будет новый бизнес, и это будет такое же мероприятие. Теперь поговорим про ближайшее обновление. Я не знаю точных дат выхода, но думаю, что уже скоро. Это обновление Дня Банд. О нем официально было рассказано в группе Даймонда. На форуме лежит тема с предложениями, насчитывающая 12 страниц. Тут я задерживаться сильно не буду, так как было отдельное видео на канале. Ссылка на него есть в описании. Где я рассказывал про самые интересные предложения. Но недавно вышел пост. Там рассказали о том, что идет работа над обновлением Гетто. Плюс к этому сюрприз. Неожиданное, и на минуточку, глобальное обновление. И тут главное не ждать чего-то дико крутого, потому что ожидания могут завыситься, ну вы понимаете. И чтобы не быть разочарованным, стоит просто подождать. И мне кажется, что оно выйдет в ближайшее время, так как на форуме тема висит уже около месяца. Повторюсь, что это мои предположения, но возможно уже в эти выходные, либо следующие. Это ближайшие известные планы. Теперь давайте обсудим то, что будет в дальнейшем. Сначала пройдем по основной группе. Даймонд делает некоторые обновы, спрашивая аудиторию проекта в группе. И да, при выборе следующего обновления победила Гетто. Но были и другие претенденты. И логично представить, что в дальнейшем фигурировать в вопросах будут они тоже. К тому же на форуме есть предложение по улучшению банниц. Логично предположить, что на нем тоже ведется, либо в скором времени будет вестись работа. Но про это я хотел сделать отдельный ролик, поговорив о предложениях, может предложить что-то свое и спросить у вас. Но в планах проекта это точно есть. Еще в вариантах про обновы было улучшение мэрии и администрации президента. Так мне кажется, что да, обнова для них нужна, но не так уж там все критично. А вот следующее, а именно новая работа взамен стройки, мне кажется это будет основной из следующих целей. Потому что в вопросе стройка проиграла всего лишь на 4%. И это явный фаворит на следующее обновление по мнению игроков. Также есть инфа, что скоро поднимется в актуальности Home Repair, потому что в комментах на ютубе проект ответил, что готовится 10 новых интерьеров. И также улучшение, про которое не было сказано. Новый интерьер это хорошо, потому что таким образом сервера уходят верты. То есть да, какая-то часть идет владельцу, но большая стоимость просто уходит в никуда. И то же самое было с сим-картами, так как сейчас при покупке новых пятизначных номеров много вертов просто исчезает. Таким образом это хоть и незначительная, но все же борьба с ухудшением экономики. И если у вас есть возможность, то можно приобрести Home Repair, потому что есть хоть и небольшая, но вероятность того, что он станет топовым бизнесом. По той простой причине, что написали будет еще улучшение. И возможно это улучшение будет просто ключевое. А может ты просто будешь его держать, пока обнова не выйдет, а кажется, что на финку особо и не скажется. Тут опять же твой страх и риск. И последнее, о чем стоит сказать, многие про это могут не знать. Было рассказано про добавление возможности в будущем переноса аккаунта сервера на сервер. В принципе это решит одну важную проблему, так как немало людей за все время мне писало, что хотят начать играть на Амбере, но не хотят терять основу на другом сервере Даймонда. И перенос аккаунта тут может им помочь. Понятное дело, что все имущество, кроме пожалуй инвентаря, перенести не получится. Хотя может инвентарь тоже не получится. И нужно будет продавать дом, авто, бизнес и сим-карту при наличии. Но также возникает дилемма. Из-за этого могут образоваться сервера, куда зайти нельзя будет из-за большого онлайна. Это первое. И второе, это экономика, так как на разных серверах имущество стоит разные суммы. То есть 80к на Амбере, это не то же самое, что 80 миллионов на Тринеке, из-за количества игроков и стоимости бизнесов и домов. И тут только один выход, что при переходе на другой сервер, в виде, скажем так, некой платы, у тебя сгорается какая-то часть твоих вертов. И да, это понравится не всем, я понимаю. Но в таком случае, опять же, на экономике это будет неплохо, потому что вертов в целом будет становиться меньше. И что касается переносов, для равномерного онлайна было бы логичнее разрешить переносы аккаунтов с Эмиранда, Амбера, Кристалла на такие сервера, как Оникс, Кварц и другие, чтобы примерно везде был одинаковый онлайн. Но да, и этот способ имеет изъяны, потому что это может не понравиться игрокам. То есть, если ты наоборот, хотел перейти, скажем, на Амбер, а тебе предлагают только с Амбера куда-то. Просто в данном случае, мне кажется, что не будет баланса между серверами. А все мы помним слова Таноса, насколько это важно. И да, в теории про это очень сложно судить, потому что я не знаю, кто будет работать на практике. Может, это будет вообще по-другому работать, и вот введут такие вот переносы, и все, как бы на каждом сервере будет все хорошо. А возможно и нет. Может быть вообще все действия, которые я сказал, произойдут с точностью, да наоборот. Я всего лишь делал свои предположения. И в целом, это вся инфа о том, что готовится на проекте в 2019 году. Понятное дело, что есть вещи, я думаю, что их немало, о которых разработчики просто не сообщают. Но я постарался объединить воедину всю инфу про обновы, и высказать свои мысли по этим пунктам. Также стоит отметить, что я и сам играю на Даймонд РП Амбер. Если ты еще не начинал тут играть, то тебя ждет сочный мощный промокод Бурбон, который даст тебе ускоренную прокачку аккаунта. А лично от себя, когда ты прокачаешь третий левел и пройдешь начальный квест, я переведу 80 тысяч. В описании есть ссылка на подробный пост о получении денежек. И я, в принципе, рассказал все, что знал сам. Спасибо большое за просмотр. Если тебе понравился ролик, то не забывай про лайк, подписку на канал и комментарии. На этом все. С вами был Бурбон. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok